добрый день всем привет с харькова сегодня у нас 1 июня день защиты детей праздник всегда был очень веселый и очень хороший в парке были очень много развлекать развлеканий для детей но сейчас конечно время у нас нету и поэтому детей очень мало у нас сегодня праздник делали и собрали аж 8 деток но пытались им сделать праздник сейчас хочу пройтись немножечко поснимать цветочки и посмотреть что у нас творится сегодня у нас очень-очень жарко на в тенечке 25 27 градусов жарко второй день и точно что наступило лето вот от жары какие цветочки не успели распуститься и сразу они да потому что очень жарко птички как всегда поют вот просто удивительно не знаю может раньше мы не замечали этих птичек что они так поют или они так не пели город конечно полупустой и поэтому птичкам раздолье смотрите какие пионы расцвели красота какая и кошечка отдыхает такой же даже цветает пиончик ну что там я тебя не трону да красотулечка какая кисюненько дальше не пойдем петушке тут кошечка отдыхает ты кошечка или котик скорее всего котик ладно тебя не трогай отдыхай отдыхай все пойдем немножечко пройдемся посмотрим что у нас вот скоро распустится роза город пусты вот если есть детки то их очень мало очень мало как обидно что дети как бы не знаю война это не для детей взрослым тяжело детям еще тяжелее сейчас немножечко пройдемся какие наши небо чистое голубое очень красиво людей снимать не будем поэтому немножечко отключусь и включимся чуть позже давайте пройдемся посмотрим какой у нас сегодня праздничный город я говорила или нет что у нас сегодня в тени двадцать пять двадцать семь градусов в тени вечером вот сейчас у нас шесть часов вечера около шести на солнце больше 30 резко резко стало тепло пустой город сейчас хочу пройтись немножечко ближе к парку конечно в парку заходить не будем рядышком пройдемся посмотрим хоть издалека на мой любимый парк я очень часто гуляла в парке каждую субботу воскресенье там были танцы этих кому за ретро площадка ретро танцы конечно танцы были и зимой и летом и осенью и дождь и снег вот такая была ситуация приходили люди очень-очень взрослые и с удовольствием танцевали сейчас все сидим дома ну конечно многие по уезжали многие вы ехали сейчас люди возвращаются потому что вызвали на работу вызвали на работу и вот первого июня приступить к работе кто не приступает того просто увольняют есть такая ситуация у нас поэтому многие приехали есть люди которые выехали за границу уехали вывезли своих детей это и польша и германия и другие страны и детей сразу же были определили в школу то есть дети сразу пошли в школу буквально на второй на третий день наверно и чтобы прийти приехать в украину родителям то надо детей снять занятий не все это хотят и получается что просят кого-то из родственников приехать побыть с детьми мамы папы в основном мамы едут назад в украину вот как-то так вот смотрите очень очень пусто можно гулять ходить как хочешь машин вообще нет и по дороге можно идти где машину здесь было перейти дорогу была сложна какая-то такая дорога что все время едут машины сейчас мы можем идти по проезжей части ни одной машины нет такая ситуация сейчас я отключусь и включусь немножечко позже там за углом было начинал начиналось строительство офисного здания по моему интересно сейчас что там все остановилось но по моему даже котлован и не вырыли в тенечке еще как-то можно все равно очень жарко резко похолодало похолодало резко после прохлады стала жара кстати этот участок да тут ничего не стоит просто тут был дом частный дом его снесли ну и вот осталось пустое место то есть все остановилось все остановилась стройки и все остановились кусочек парка есть немножечко пройдем в парку не пойдем немножко пройдем и посмотрим что там у нас говорится парк очень обстреливался очень много мест куда попадали снаряды осколки просто было вывешено карта с отметками на попадание что-то собачки такая прошла собачка красавица прелесть ну снимать не хочется не людей людей снимать не хочется а собачка была с хозяйкой очень красивая вообще тихо только встретилась две собачки гуляющие сейчас посмотрим и просто посмотрим ворота до ворота закрыты вижу уже отсюда в парк конечно при желании можно где-то пройти но зачем если парк закрыты видите ворота закрыты сейчас мы попробуем ворота закрыты и светофор не работает вот можно только через решетку посмотреть что у нас парке парк оказался очень таким местом обстреливающимся все посмотрели как тут было весело и хорошо детки гуляли праздники были но сейчас это очень опасно все на этом буду заканчивать посмотрела посмотрели мы на парк через забор на этом все честно говоря так далеко редко когда я приходила такие ситуации всем удачи благополучия радости и конечно же мирного неба над головой всем пока пока вам